Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это массовые эксперименты в PUBG Mobile. Давненько не было этой рубрики, так что пора наверстывать. Сегодня мы всем сервером будем делать всякие глупости и проверять эксперименты в режиме сила рун. И обещаю, будет очень масштабно и эпично. Так что обязательно наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее, ну и конечно не забудьте про розыгрыш. Каждое видео я разыгрываю или 300 UC, или 500 G-коинов, смотря где и на чем вы играете. Все что нужно для участия это ваша подписочка и комментарий либо с шуткой, либо с идеей для экспериментов. Лучше всего второе. Вот и все, вы участвуете. Кто победил, станет известно в следующем видео. А под прошлым видео выиграл вот этот комментарий. Ну а мы начинаем. А начать мы решили с лестницы в небо. В фейках мы узнали, как можно ставить ледяную стену на ледяную стену, и построили небольшой небоскреб. И вот сейчас, используя труд 100 человек, мы постараемся построить лестницу чуть повыше и добраться хотя бы до самолетов. Мы все вместе залутались, и подписчики начали скидывать нам кристаллы. Подбегайте, скидывайте кристаллики и убегайте. Все, получил, спасибо. Вот тут уже очередь, так, спасибо. Все, убегайте. Кто дал кристаллики, убегайте. Спасибо. Спасибо. Китус, давай тоже сюда. Тебе тоже надо их подбирать. Спасибо. Кто дропнул, убегайте, пожалуйста, чтобы не задавать толпучку здесь. Там вот все будет видно хорошо. Такими темпами мы насобирали около 2000, и поехали строиться. Но чтобы зря не тратить ваше время, сразу к делу. Случилось просто непоправимое. Нет, Китус. Я живой. Да это хреново. Ты не залезешь назад. Напарник упал, зона уже поджимала, и пришлось перезаходить. Далее мы опять сделали массовый сбор, без труда преодолели счетчик кристаллов, собрали их по 2000 штук, и поехали строиться. Вот я предлагаю где-нибудь вот тут вот начать. Ага. Все, ставлю еще один, успеем. Найс. О, блять, чуть не упал. Осторожно, осторожно. Так, ну пока мы не высоко. Чуть-чуть деревья перегнали. Надо еще, если что. Там ребятки уже подъезжают потихоньку. Тиктокеры. Ставлю. Все, сейчас вообще такой процесс очень... ...щепетильный. Я буду, короче, пробовать пользоваться боковыми кнопками, потому что у меня она прямо, а он идет влево. Если один раз ее нажать. Если бежать, то он прямо бежит. Так, давай-давай-давай, шукуйте. Ставь, 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 ставь. Скорее. Да-да-да. Капец, лагает. Ну, тиктокеры понаехали. Тиктокеры халяву хотят. Так. Так, ребят, вы там друг друга не взрываете, пожалуйста. Алло. И не стреляйтесь. О. Что? Ты видишь, сейчас появилось два человека у нас. Что? У нас сейчас два человека в кубах появились. Это что сейчас было? Ладно. Да блин, ставься. Найс. Так, ну мы уже где-то почти на уровне самолета. Надо еще выше. Фак. Ребят, не стреляйте, пожалуйста, по блокам. Не мешайте. Мы только начали норм строиться. Просто смотрите со стороны. Хочешь перехол к 100? Какой? Посмотри на зону, какая смешная получилось у нас. А, прям мимо нас, да? Да. Супер. Но в итоге зоны нам не повезло, подписчики нас поубивали, и мы решили зафиксировать вот такой результат, который у нас получился аж с пятой катки. Все-таки построить прям большую лестницу в небо почти нереально. Кристаллы так и так собираются долго, и зоны угадать очень сложно. Поэтому как-то так. Переходим к следующему эксперименту. А вот что будет, если закончится эпоха людей и начнется эпоха обезьян? Узнать это вы можете прямо сейчас в увлекательной мобильной игре Age of Apes. Новая сверхраса ведет свою войну, запускает ракеты в космос и несложно догадаться ради чего. Бананы. Сколотите личную банду или присоединяйтесь к сильнейшему клану. Сражайтесь с другими обезьянами и станьте первым приматом, который исследует галактику. Но прежде чем отправиться изучать космос, неплохо бы освоиться на земле. Осматривайте руины, создайте аванпост и управляйте им. Соберите личную армию, чтобы оборонять поезд с частями будущей ракеты. Сражайтесь и грабьте, выстраивайте увлекательные стратегии, делайте все, чтобы привести свою команду к победе. Скорее переходите по ссылке в описании, скачивайте игру и не забывайте активировать мой промоход, чтобы получить подарки первым. Пора запускать бананы в космос, так что присоединяйтесь. А вот дальше мы решили поэкспериментировать с руной ветра. И вот в чем заключалась идея. Короче, план такой. Мы все берем эту руну ветра, падаем в сосновку на взлетную полосу. И там, короче, все активируем купол одновременно на счет 3. И у нас получится такой огромный-огромный купол здоровый. Заодно я проверю, только никто другой, я только, чтобы не было баловства, я проверю, проходят ли там пули сквозь него. Кристаллы не собираем, у нас есть типа для старта там 50, и сколько нам их вообще с головой хватит. А мы как, получается, в разнобой становимся? Нет, мы встаем все в одну кучу прям. Прям вот максимально плотно друг к другу. А, просто? Да. И я дам команду, куда мы активируем его. Только заранее не активируйте, не тратьте эти кристаллики. Пожалуйста. В общем, суть вы поняли. 100 человек встают и активируют воздушные купола. Посмотрим, как это выглядит визуально и проходят ли через них пули. Кто там купол уже активирует? Не нужно. Не нужно. Ну пусть это будет ориентирован. Давайте к куполу бежим, который уже активирован. Который... А, их там два. Понимаю. Гоу-гоу-гоу. Так, транспорт уберите, пожалуйста. Не нужно. Это уже нотнули кого-то, блин. Вот, вставайте в этот купол. Все-все-все прям. Так, не, подождите, пока не активируйте. Пока не активируйте. Пока не активируйте. Так, на счет 3 готовы? Давайте. Один, два, три. Оооо. Все активировали купола и получилась вот такая эпичная конструкция. Благо у нас есть Богдан, который отвечал за съемку с дрона, и все это можно посмотреть сверху. Ну и пользуясь случаем, я решил проверить. Проходит ли вообще урон сквозь все эти купола? Все-таки купол защищает от пуль, а здесь их практически сотня. Так, проверяю на пулеустойчивость. А, кого-то получается, кстати, вырубать. Так, только никто не стреляйте, я буду пробовать. Не, ну слушайте, что-то как-то оно вяленько пробивается. Сейчас пробую туда гранату кинуть. Вот это прикол будет сейчас. Ооо. По-моему, граната нормально залетела. Купол хоть и сопротивляется, но пули все-таки проходят. Я не удержался и решил сам туда залезть. Так, кто еще жив, залетайте опять в этот купол и врубайте опять. Я сейчас с вами подключусь. Гоу-гоу-гоу, хочу в этой бане попариться. Тут вообще ничего не видно. Давайте-давайте, активируйте здесь. Ёпс, ну да и сколько тут слоев. Кто вот еще вокруг бегает, давайте тоже сюда, тоже активируйте. Сто слоев нутеллы. Жесть. Тут столько этих просто переплетений. Мне лично показалось, что они вообще не пробиваются практически. Прикольно, прикольно. Я сейчас попробую продамажить того, кто внутри стоит. Вот, например, вот этого челика. А, дамажит, кстати. Да, дамажит. Хоть тут, конечно, уже не сто слоев, но... Пробиваем все равно есть. Так что пули сквозь сто слоев защиты точно проходят. Разве что враги могут запутаться и просто вас не разглядеть. А так получилось, конечно, эпично. Ну и на очереди у нас, конечно же, руна огня. Тут мы не придумали ничего лучше, как просто запустить сто с чем-то бочек. Давайте выстраиваемся, вот где стоит остановка, вот от остановки выстраиваемся в сторону общаг. Вот смотрим лесом к общагам. Давайте, строимся. Вот выстраиваемся от меня, получается по левое плечо, вот в такую вот линию. Только не толпимся. Прям по одному человеку, чтобы нормальную эту бочку запустить получилось. Да-да-да-да-да, все, ребят, правильно получается. Давайте еще. На внязь! Бочки не ставьте, ПЖ, не ставьте, ребят. Не руиньте нам. Далее мы подождали, пока все построятся, и перешли к действию. Все, сейчас будем еще три ставить бочку. Давайте, готовимся. Раз. Раз. Два. Три. Ёпс, туда есть сколько их тут. Так, сейчас не разбегаемся, сейчас не разбегаемся, ставим еще бочки. Ставим бочки, но не умираем, друг друга не убиваем. Прям по максимуму поставьте, сколько у вас есть этих бочек, чтобы они вот все в одну кучу прилетели. Ну и как всегда, особенно эпично это смотрится сверху, только посмотрите на это. Не, тут капец, сколько этих бочек навалилось. Мне кажется, там с реплея хорошо видно. Охренеть. Это еще пропала половина. Ну и чтобы хоть как-то после такого охладиться, мы решили повторить то же самое, но с руной льда. Построить огромную ледяную стену. И теперь, короче, наша задача построить очень большую длинную стену изо льда. Вот просто вот, смотрите, я начинаю и начинаем продолжать, короче, по бокам. Вот просто застраиваем все ледяными стенами. Прям вот все эти пять стен, вот прям максимально близко друг к другу ставьте, чтобы прям огромная глыба такая была, большая. Богдан, ты это снимай все. Я снимаю. И тут мы снова обращаемся к дрону Навального. Получилась у нас вот такая здоровая стена. Что-то вроде стены из Игры Престолов. Но если серьезно, то построив такую в катке, можно было бы без проблем оборонять школу. Охренеть. Вот такое, если увидишь в обычном матче, так неплохо было бы. Школу так застроить по кругу. Да-да-да, неприступная крепость получится. Охренеть. Давайте-давайте прям еще-еще прям растягивайте максимально. Не, ну смотрится, конечно, вообще сочно очень. Стена получилась настолько длинной, что по ней можно спокойно бегать. Ну и напоследок смертельный трюк. Мы решили перезапуститься, построить толпу и катнуть в нее огненную бочку. Посмотрим, сколько человек она раздавит, подожжет и вообще справится ли с толпой. Сейчас толпу бочку катим. Сейчас собирается толпа напротив остановки. Да, и я качу бочку. Пожалуйста, никто бочки не активируйте. Я сам сделаю. Эти руны ветра тоже не ставьте на всякие. А то непонятно, где толпа собирается. Все, я запускаю первую бочку. Итак, она потихоньку начинает сжирать всех, но в толпу не заходит. Так, сейчас еще одну катну с другой стороны. Так. Ну это прям нормально так в толпу зашла. И сейчас еще одну катну с этой стороны. Оп. Ну прям, типа в толпу она не проходит, она вот человеков там двух-трех убивает и все. Хоть бочка и катится прям в толпу, особо результата не видно. Загорается человека 2-3 и на этом все. Поэтому мы решили чутка толпу уменьшить и катнуть бочку туда. Так. Нет, он даже в маленькую толпу не может пройти. И причем не поджигает большинство людей. Сейчас, стойте там, кто стоит еще в воротах. Я вот с этой стороны сейчас вас еще катну и все. Так, стойте мужественно. Не, просто буксовать начинает. В одном челике застревает и все. Ну и тут то же самое. Так что толпа больше 5 человек с легкостью эту бочку остановит. Ну а на сегодня у нас все. Такие вот массовые эксперименты. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо всем, кто участвовал. И особенно Богдану за съемку сверху. Ну и не забывайте про лайки, комментарии, подписочки и участие в розыгрыше. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был я, Илья, и Кейсеникс, Богдан, Китус и еще около 100 человек. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.